Здравствуйте! Вы смотрите программу авторский проект первые лица на телеканале РБК. Мы рассказываем о ведущих компаниях новосибирского бизнеса. Сегодня мы находимся в центре мой бизнес. Каким будет путь каждого отшедшего предпринимателя в эти двери расскажет руководитель проекта Михаил Космынин. Михаил, в сентябре в Новосибирске начал работу центр мой бизнес. Расскажите об этой новой для новосибирского бизнеса структуре. Данный центр был создан по национальному проекту развития малосреднего предпринимательства. Действительно, данная структура новая в Новосибирской области, таких объектов знаковых, которые по поддержке предпринимательства, именно комплексной поддержки предпринимательства в Новосибирской области в настоящее время не существовало. Мы постарались сделать данный центр удобный для предпринимателей, в удобном месте, локация, не так далеко метро октябрьская. Это новый район, где мы постараемся обеспечить для предпринимателей качественное предоставление услуг. Наш центр создали в современном формате. Мы его разделили на две составляющие. Первая составляющая – это фронт-зона, где предприниматель может прийти и получить первую первичную консультацию по своему вопросу. Также во фронт-зоне мы расположили не только наших консультантов и Центр поддержки предпринимательства, но также представительство МФЦ для бизнеса. И теперь предприниматель может прийти не только за услугой по поддержке предпринимательства, но и дополнительных каких-то государственных услугах, про которые мы можем там сказать, допустим, это регистрация бизнеса, про регистрацию недвижимости в Росреестре, ну и другие сопутствующие услуги. Также на первом этаже у нас располагаются залы для обучающих мероприятий. Первый зал – это большой конференц-зал, где проводятся мероприятия для предпринимателей, так и небольшой зал, где можно проводить различные тренинги, семинары. В настоящее время наши залы, они расписаны практически до конца года, проводятся как сторонними организациями, но имеется в виду, которые нами выбраны по контракту, так и силами наших сотрудников. Также на первом этаже у нас расположен еще небольшой коворкинг. Для начинающих предпринимателей это как бы наши непрофильные услуги, но так или иначе мы создали удобную возможность для предпринимателей, для работы в современном формате. Если мы говорим про вторую составляющую нашего центра, это уже будет бэк-офис, где расположены непосредственно те объекты инфраструктуры поддержки, которые были созданы на территории Новосибирской области даже более уже 10 лет назад. Они также теперь располагаются в нашем центре, мы располагаемся на одной площадке. А какую пользу мой бизнес несет для предпринимателей? Если мы говорим про пользу, то предпринимателю не нужно в настоящее время мотаться, грубо говоря, по городу и искать все эти объекты, которые были расположены в различных частях города. Конечно, основная масса их была сосредоточена, конечно, в центральной части города, но так или иначе это нужно было с одной локации переходить в другую. Сейчас предприниматель может прийти в одно место и получить весь комплекс услуг, которые для него предлагает государство, начиная от регистрации и уже, грубо говоря, заканчивая, можно там даже вывод на экспорт, регистрация на торговых площадках и тому подобное. Я думаю, что дальше расскажу про услуги, которые у нас оказываются для предпринимателей. Ну да, когда все собрано в одном месте, это намного практичнее. Это действительно так, как бы это показала практика, это показала практика других регионов, что предпринимателям более комфортно и более качественно после объединения оказываются услуги. А как центр может быть полезен для начинающих предпринимателей? Все наши услуги, они нацелены как на действующих предпринимателей, так и на тех физических лиц, которые только планируют начать осуществлять предпринимательскую деятельность. Также и услуги наши рассчитаны на подрастающее поколение, это для школьников. У нас есть отдельные проекты, которые направлены на детей, которые от 14 до 17 лет, для выявления их способности предпринимательской деятельности. Так что мы говорим не только про действующих субъектов, мы говорим и про тех физических лиц, которые только планируют начать свою предпринимательскую деятельность. Первые шаги мы можем вам оказать определенные консультации, провести обучающие мероприятия, познакомить с действующими предпринимателями. У нас есть достаточное количество амбассадоров, это те лица, которые чего-то уже добились в Новосибирске, и как бы их отобрала, ну, федерация отобрала этих лиц, и они могут как бы поделиться своим опытом и рассказать, что нужно делать, а чего не нужно делать для того, чтобы добиться успеха. Ну, мне кажется, это даже уникально для нашего региона, такое мало где встретишь. Какие виды поддержки вы можете предложить предпринимателям? В настоящее время на нашей площадке можно получить различные услуги для предпринимателей, такие как и консультации бесплатные для предпринимателей по различным направлениям деятельности, в том числе по юридическим услугам, по бухгалтерским, по налоговым, по маркетингу и тому подобное. Также можно получить услуги образовательные, пройти повышение квалификации. Также можно поучаствовать в тренингах по методологии корпорации МСП, такие как азбука, предпринимательство, школа, предпринимательство. У нас есть в настоящее время один сертифицированный тренер по методологии корпорации МСП. В настоящее время у нас еще проводится обучение одного тренера в Москве, чтобы большее количество людей было охвачено данными услугами. Также возможно получить услуги для экспортеров, такие как поиск партнеров за рубежом, участие в выставках ярмарков. К сожалению, в этом году пандемия внесла свои коррективы, очных участий у нас в этом году не было, но я думаю, что на следующий год они будут, потому что в прошлом году их было в достаточном количестве. Если ситуация изменится, то и дальше эти услуги будут оказываться. Также размещение торговых площадок, таких как eBay, Alibaba, Ozone и тому подобное. Наши предприниматели на Сибирской области могут таким услугами абсолютно бесплатно пользоваться. За них все эти вещи делает государство. Если мы вернемся еще к центру поддержки предпринимательства, там есть еще различные услуги, такие как услуги по патентованию, сертификации. Опять же и торговые площадки. То есть если мы говорим, я говорил про экспорт, то здесь уже мы говорим про обычных предпринимателей, которые не экспортеры, которые осуществляют деятельность на территории Российской Федерации и планируют осуществлять деятельность Российской Федерации. Ну и другие услуги, такие франшизы, направления для мам и тому подобное. То есть различный спектр услуг именно в образовательной и в консультационной. Также те объекты инфраструктуры, которые у нас на настоящее время на площадке существуют, такие как Центр инновации социальной сферы, это отдельное направление, которое создано для поддержки социальных предпринимателей. И гарантийный фонд, который предоставляет гарантии при получении субъектами малого и среднего предпринимательства, кредитов в банках. И займы фонда микрофинансирования. Также у нас расположен банк МСП на нашей площадке. Мы просмотрели другие регионы, где набор, грубо говоря, тех объектов, которые там существуют. Центр мой бизнес, ну и банк МСП, он тоже в ряде регионов присутствует. Мы решили его на нашей площадке тоже заземлить. Также фонд развития промышленности на нашей площадке тоже осуществляет деятельность. Также мы планируем и другие объекты инфраструктуры тоже к себе на площадку заводить и работать с ними. А какие объекты инфраструктуры уже запущены? Насколько я знаю, ваш центр начал работу в тестовом режиме еще в прошлом году. Да, действительно, вся инфраструктура поддержки создана уже более 10 лет назад. Различные объекты, кто-то в 2009, кто-то в 2010 году, кто-то в 2012, в 2018. Центр инноваций социальной сферы был создан только в этом году, в июне, когда мы уже сюда переехали, он здесь был создан на данной площадке. Данного центра не было в настоящее время на территории Новосибирской области, хотя в ряде регионах данные центры были созданы и поддержка оказывалась. Но те центры – это гарантийный фонд, фонд микрофинансирования, фонд развития промышленности, центр поддержки предпринимательства, центр экспорта, центр инноваций социальной сферы, общественное приемное бизнесом бутсмена. Мы говорим не только про развитие и поддержку предпринимателей, но ни для кого не секрет, что часто предприниматели сталкиваются с непониманием контролирующих государственных органов, и им приходится обращаться к бизнесам бутсмена. Мы постарались сделать наиболее комфортную обстановку для предпринимателей, чтобы они здесь могли и получить услугу, так и прийти со своими проблемами и непосредственно тому органу, который может решить эту проблему. А какие еще объекты вы планируете запускать? В настоящее время мы работаем над тем, чтобы завести сюда, как бы во фронт-офис, создать отдельное окно для государственных органов. Чтобы он мог получить услугу, не обращаясь в те органы, допустим, в налоговую, в таможню, в Роспотребнадзор, туда, в инспекцию, мы постараемся обеспечить предоставление консультации на нашей площадке во фронт-зоне. А как это сделать? У нас вот сейчас есть одно окно, которое мы оставили специально для этих органов. И я думаю, что по какому-то графику эти органы, то есть представители данных органов, они будут консультировать в нашем фронт-офисе. Наши услуги, они предоставляются как очно, так и в дистанционном формате. Если мы говорим про обучающие мероприятия, то большое количество наших обучающих мероприятий, к сожалению, большому, были переведены в онлайн-формат. По моему мнению, все же очная форма обучения, она более... Продуктивная. ...более качественно можно оказать услугу, когда можно пообщаться, допустим, с тем же лектором после мероприятия и как бы с предпринимателями. Но мы все равно как бы в современном формате, мы ведем это и в дистанционном. Также и услуги, как бы мы ведем в дистанционном. Услуги центра поддержки, предприниматель центра экспорта, предприниматель может получить, подав обращение через наш сайт, заполнив форму, и все это уйдет как бы в структуру. Организация, которая создана была для организации данного центра, она была создана в прошлом году, была создана 25 октября, вот в воскресенье текущее. Будет год, как создана организация, и я был назначен руководителем, и мы начали работать по подбору площадки. И центры, они уже были созданы, а мы потом только их, грубо говоря, саккумулировали в одно место. И как бы сейчас под одну гребенку начинаем как бы всех предшествовать, чтобы эти услуги оказывались. С 2019 года у нас действует горячая линия для предпринимателей. 8 800 634 07. По данной горячей линии предприниматели могут получить абсолютно бесплатно консультации от нашего центра, от сотрудников нашего центра по юридическим вопросам, по финансовым и тому подобное. Если наши сотрудники не готовы будут ответить на те вопросы, какие-то узкоспециализированные, то, соответственно, мы проведем консультацию, и, конечно же, на ваши вопросы мы ответим, то есть сотрудник перезвонит и ответит на ваши вопросы. Также в ноябре прошлого года был создан и портал МБНСО, где аккумулирована вся информация о поддержке предпринимателей в Новосибирской области, о конкурсах, о возможностях, в образовательных мероприятиях, в общем, о всем, что делается для предпринимателей. Всю информацию можно получить на данном портале mbnco.ru. Как центру «Мой бизнес» удается оказывать поддержку предпринимателям в таком большом количестве направлений? Как я уже сказал, ряд центров, которые входят, и центров, и фондов, которые входят в центр «Мой бизнес», они работали уже более 10 лет, они наработали своих клиентов, они наработали, грубо говоря, все эти процессы взаимодействия внутри организации, и сейчас только они, грубо говоря, переехали на новую площадку и в более комфортных условиях, как для них, так и для предпринимателей, оказывают эти услуги. Также сейчас у нас имеется определенное количество сотрудников, высококвалифицированных, которые вникают в боли предпринимателей и пытаются все эти проблемы, которые у них существуют, решить. Так что мы не стоим на месте, мы работаем и с нашими партнерами, мы работаем с деловым сообществом Новосибирска, так что вот именно поэтому мы решаем все эти задачи. Михаил, расскажите, как вы пришли в проект «Мой бизнес»? Я осуществляю деятельность по, грубо говоря, поддержке и консультированию предпринимателей. С 2011 года я был рядовым сотрудником в мэрии в город Новосибирске городском центре развития предпринимательства. Через какое-то время я возглавил данный центр, и на протяжении нескольких лет мы работали в похожую деятельность, осуществляли, но еще была имущественная поддержка. Будучи руководителем центра, был построен бизнес-инкубатор на улице Тролейной, где я был руководителем, и полностью весь этот проект курировал, мы его строили, мы его запустили, доделали. Ну и, грубо говоря, мне стало уже после этого неинтересно там находиться, мне нужно было чего-то большего, и я начал искать, где что происходит. Я видел, что организуется центр, я предложил свою кандидатуру, ну и, соответственно, меня позвали возглавить данный центр, и поэтому я здесь, так сказать. Это же достаточно большая ответственность запускать настолько глобальную и стратегически важную структуру. В чем заключается интерес ваш в этом проекте? Мой интерес заключается в следующем. Для того, чтобы поддержка в нашей области была наиболее качественна для предпринимателей. На протяжении вот этих лет, сколько я общаюсь с предпринимателями, я вижу те проблемы, которые у них есть. Я не хочу сказать, что я их все вижу, но я многие проблемы вижу, с которыми предприниматели ко мне приходили, когда я был еще консультантом, был руководителем, и мы пытались эти вопросы решить. И я надеюсь, что в данном центре мы постараемся для предпринимателей создать наиболее благоприятные условия для осуществления предпринимательской деятельности, для того, чтобы они понимали, что предприниматели о том, что о них государство заботится, и на самом деле очень много делается для них, но многие предприниматели этого не знают, и мы на протяжении уже не одного года пытаемся развенчать этот миф о том, что поддержка для кого-то, поддержка для своих или еще что-то. То есть у нас есть достаточное количество предпринимателей, которые просто пришли, узнали про нас и получили эту поддержку, и они потом эту информацию, грубо говоря, для других предпринимателей уносят, о том, что действительно этим нужно пользоваться, это все есть, и не нужно бояться пользоваться данной поддержкой. Я вижу себя в данном центре как то лицо, которое сплотит те объекты, инфраструктуры, которые были разрознены на территории Новосибирской области, и будут работать все в одной команде, и будут работать на одной площадке. И я думаю, что после этого предприниматель увидит ту деятельность, которая все же делается государством. Уверена, что дальше проект «Мой бизнес» ждет стремительное развитие. Поделитесь своими планами на будущее? Мы планируем на протяжении следующих лет развивать консультационные услуги, возможно, мы их будем делать необычные, не типовые какие-то уже услуги, я вижу потребность от предпринимателей, что те консультации, которые им нужны, у нас еще не было их на самом деле. Мы планируем их развивать. Мы думаю, что будут отдельные дополнительные образовательные проекты, образовательные проекты для самозанятых, потому что, опять же, в этом году эти вещи нами сильно не были затронуты. Дальше мы будем этими вещами заниматься. Дальше мы будем развивать проект по поддержке фермеров Новосибирской области, и другие образовательные проекты, которые в нашей площадке еще не реализовывались, они будут реализовываться именно здесь. Я думаю, что мы постараемся сделать еще какую-то неформальную часть для предпринимателей, чтобы наш центр работал не только, грубо говоря, в рабочее время, с 9 до 6, но еще и после 6 он тоже работал, потому что у нас есть все возможности для того, чтобы создать ту точку притяжения для предпринимателей в Новосибирске. Это будет центр «Мой бизнес». Михаил, спасибо за интервью. Желаю вам успехов в развитии вашего проекта. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!